Каждый человек подсознательно стремится быть нужным этой вселенной, потому что эта глубинная потребность делает тебя самореализованным, когда ты ее достигаешь. Именно помощь ближнему, окружающим людям, когда ты тратишь свою энергию, свое время, даже свои деньги, твое тело и твой разум не понимают, для чего ты все это делаешь, потому что они мыслят в рамках материального и биологического. Они не понимают твои духовные потребности, твое внутреннее высшее Я, которое тебе говорит, что ты красавчик с каждым разом, когда ты делаешь благие деяния. Ты бываешь подобен яблоне, которая начала давать свои плоды. Яблоня изначально, она не думает о том, что ей надо вырастать и потом расцветать и давать эти сочные яблоки. Оно просто есть, и та сила, которая движет нас всех, которая заставляет наше сердце биться, землю вращаться вокруг солнца, она связана со всеми нами. Это то, что дает нам жизнь. И поэтому тебе не стоит за все это так сильно париться и беспокоиться, что ты не сможешь реализовать свое предназначение, останешься бесполезным, ты не знаешь, чем себя занять. Ты скажи, что да будет воля твоя, не моя. Об остальном не беспокойся. Приложи все то, что в твоих силах. Всегда есть точка оптимального начала. То есть, что ты можешь сейчас сделать? Начни с уборки своей комнаты. Составь список дел на день. Выучи иностранный язык. Поделись своим опытом на YouTube-канале, даже если сейчас тебя никто не смотрит. Поверь, что я тоже когда-то начинал с самого нуля. Меня и сейчас мало смотрят, но мне все равно это дает мотивацию. Продолжай делиться своим опытом. И тогда постепенно твоя личность начнет расти, и ты уже сможешь это все реализовывать в более глобальных масштабах. Твой дух будет доволен тобой, хоть тело сначала будет не понимать, зачем ты все это делаешь. Ну и в конце и тело, и разум тоже будут довольными, потому что тебе жизнь предоставят все материальные и биологические условия для комфортного существования. Нужно сначала наедине с собой понять, что я могу, находясь один, развиваться. Сначала отдельная личность развивается, и потом, когда у нее есть достаточно опыта, достаточно внутренних сил, она может делиться этой энергией с окружающими. Помогать своему близкому, соратнику, аудитории, которая его смотрит. И так твоя личность постепенно начинает расти, на тебя увеличивается спрос, ты бываешь все более и более полезен. Опыт. Есть два типа, откуда ты можешь получать опыт. Из своего физического мира, из того, что тебя сейчас окружает. И из ментального мира, когда ты впитываешь чужие мысли, как сейчас, либо от своих близких, либо от какого-то другого блогера. Ты так тоже набираешься опыта, анализируешь, синтезируешь, и вот твоя личность потихонечку начинает формироваться. Смог ли я грамотно донести сейчас эту информацию или нет, хоть она была достаточно короткой, решать только вам. Вы можете написать в комментариях, на какую тему мне снять новое видео. И если это видео смогло вас замотивировать и было донесено максимально грамотно, с вас лайк и подписка, если вы на меня еще не подписаны. Если интересно, эта же тема, я могу в дальнейшем ее продолжать развивать. Всем удачи, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok